Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы полагаете, что блокада его остановит? Да он уже на Иле и ищет канал Как вы собираетесь ему помешать? Капитан, добраться до Ила можно только через мю-ретранслятор в глубине систем термина Если мы пошлем туда флот, то единственным возможным исходом будет начало войны Время проявить осторожность, капитан Главное оружие Сарена — это секретность Если он начнет действовать в открытую, его планам конец Если Сара найдет канал, мы все пропали Нам нужно добраться до Ила Посол Удина У меня такое чувство Что капитан Шепард Так просто это не оставит Примите во внимание важные политические последствия, Шепард Благодаря вам человечество сделало шаг вперед Но вы доставляете больше хлопот, чем следует Подонок! Вы предали нас! Это политика, капитан Вы сделали свою работу Теперь позвольте мне сделать мою Мы блокировали системы управления Нормандией Таким банальным образом До получения соответствующих распоряжений Вы остаетесь здесь Никто не смеет втыкать мне нож в спину у Дина Никто Я считаю, вам с командой сейчас лучше удалиться Пока что вы здесь не нужны Совет поступит так, как решит нужным С моей помощью, разумеется Капитан, вы в порядке? Я уверен, есть способ подать апелляцию В конце концов, мы на службе Альянса, а не Совета Официальные каналы перекрыты Это они мне ясно дали понять Перекрыты? И мы должны с этим смириться? Так как, по-вашему Откуда будет лучший вид, когда пожинатели рванутся к нам? Если уж сидеть сложа руки, то выберем хорошее место Пока что мы вне игры Но будьте рядом, когда я пойму, что делать Можете рассчитывать на меня И на любого члена команды, капитан Ну же, Кайден Отдать честь мне может кто угодно на борту Но порой мне нужно плечо друга Сами знаете Я говорю так, чтобы в любой момент можно было пойти на Попятную Я здесь ради вас Но положение у нас тяжелое И мне вовсе не хочется заниматься чем-нибудь грязным Давайте для начала все проясним Мы гордость флота или нет? Ценные агенты или чернорабочие? Не могли просто сказать, мол, все будет хорошо, а? Вот так просто? Ну ладно Все будет хорошо, Шепард Вы что-нибудь придумаете Не так уж это и сложно, правда? Пора уже привыкнуть Думаю, у нас будет свободное время поразмыслить о том, кто мы Простите, что перебиваю Вам сообщение от капитана Андерсона Что ему нужно? Просит встретиться с ним в клубе Сверхновая Это в жилых секторах Пафосное местечко Что ж, наверное, стоит сходить Хорошо, что вы пришли, Шепард Я слышал, что случилось Вы должны были знать, что случится Почему вы меня не предупредили? Я пытался Но посол не дал мне связаться с вами до вашей посадки Я понимаю, вы сейчас в бешенстве Но деваться некуда Они думают, что все уже позади Но мы-то знаем, что это не так Вам нужно лететь на Ил Нельзя, чтобы Саран воспользовался каналом Незамеченный пролететь в систему Термина Я могу только на одном корабле Но он намертво заблокирован здесь Цитадель заблокировала управление Нормандией Но если отменить команду блокировки Можно вернуть корабль к жизни Вы окажетесь в системах Термина до того, как вас хватится И каков же план? Я могу разблокировать Нормандию С одного из терминалов в центре управления Цитадели У вас будет несколько минут Прежде чем кто-то поймет, что происходит Это закрытая зона Ее патрулирует вооруженная охрана Как вы проберетесь туда? Это моя забота Главное, будьте на борту Нормандии Когда я сниму блокировку Должен быть другой способ Приказ о блокировке корабля Отдал посол Удина Если взломать его компьютер, то возможно получится его отменить Он не позволит вам ворваться к нему в кабинет и взломать компьютер Надеюсь, его там не будет В противном случае я что-нибудь придумаю Удина этого вам не простит, капитан Вас обвинят в измене, а она карается смертью У нас небогатый выбор Я проникну в компьютер посла Или попытаюсь пройти мимо охранников в центре управления Если вам повезет, охранники вас не задержат Я буду осторожен Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Еще как готова Я займусь блокировкой А вы отправляйтесь на Нормандию И скажите Джокеру, чтобы был на готове Извините, шер, это закрытая зона Вам нельзя здесь находиться Стоять! Отойдите от терминала! Руки вверх! Живо! Вытаскивай нас отсюда, Джокер! Капитан? Вряд ли стоит так меня называть Мне даже эту форму, наверное, нельзя носить Да, жуткое дело Мы нарушили присягу защищать Альянс, чтобы защитить его А что, если мы не справимся, Шепард? Мы подняли мятеж Угнали образцовый корабль Если вдаваться в подробности К этому можно навесить еще и похищение людей Мы же лучшие представители человечества, черт возьми Приходится все время себе напоминать, что мы поступаем правильно Причем я сама себе не верю Если бы я не считал, что вы поступаете правильно, меня бы тут не было Вот доберемся до Ила, там будет жарко Если все пойдет не так, как надо, я хочу сказать Мне нравилось служить у вас Кайден, ты давно уже не мой подчиненный Не пора ли вести себя соответственно? Роман на поле боя не шутки, Шепард Он запрещен уставом Я думаю, на трибунале это нарушение будет не в первой десятке списка твоих обвинений Знаешь что, ты права Во всем Я не могу себе позволить потерять тебя Галактика никуда не денется Все может подождать, даже пожинатели А мы с тобой Вот что важно прямо сейчас Этот момент больше никогда не повторится Шепард, с тобой я чувствую себя Человеком Оставайся сегодня здесь, Кайден Со мной Это приказ, капитан? Кайден, рядом с тобой я чувствую, что могу одолеть Вселенную А сейчас у меня нет выбора Это ничего не изменит, Шепард У нас хорошая команда Лучшая из всех, с какими я служил И я не хочу портить отношения с ними Субтитры сделал DimaTorzok Давным-давно я не встречал женщину, которая... Мостик к капитану Шепард Мы в пяти минутах от Мюри-транслятора Ты очень мил, Кайден Тебя на мостике Джокер ждет Но клянусь, если с тобой что-то случится Будь осторожна, Шепард Субтитры сделал DimaTorzok Капитан, мы не одни Их датчики уже засекли нас? Стал, система работает Они понятия не имеют, что мы здесь Если только мы не высунемся, чтобы нас стало видно Тут что-то странное на поверхности планеты Снижаемся, Джокер Отметьте координаты Никак невозможно, капитан Ближайшая зона высадки в двух километрах Пешком нам не успеть Ищите что-нибудь поближе Ближе ничего нет Я уже смотрел Выбросимся в Мака Для такой выброски нужно хотя бы сто метров ровной поверхности А там самое большое двадцать Двадцать метров? Там никак нельзя высадиться Нужно попробовать Ищите другую зону высадки Другой зоны высадки нет Угол спуска слишком крутой Это единственный вариант Это не вариант Это самоубийство Мы не... Я справлюсь Джокер Без паники Я справлюсь Всем собраться и спуститься к Мака Джокер Выбросите нас прямо на башку этому гаду Субтитры сделал DimaTorzok Мы должны попасть внутрь бункера до того, как Саран найдет канал Чтобы открыть эту дверь наших сил недостаточно Саран как-то смог ее открыть Где-то внутри комплекса должна быть кнопка, которая отключает защиту Нам надо найти способ снова ее активировать Скорее! У Сарана уже преимущество Мы должны найти его до того, как он доберется до канала Если уже не добрался Тогда мы идем прямо в ловушку Нам придется рискнуть Подождите! Что-то происходит! Слишком поздно Невозможно Плот и вторжение Спасения нет Похоже на какое-то сообщение Но я не узнаю этот язык Скорее всего, это протеанский Записи должно быть 50 тысяч лет Неудивительно, что мы не понимаем Сообщение фрагментировано Но некоторые слова я узнаю Это предупреждение о вторжении пожинателей Невероятно Значит, шифр передал вашему разуму понимание британского языка? Небезопасно Искать убежище Внутри архивов Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели Цитадель Сокрушен Единственная надежда Акт отчаяния Канал Все потеряно Там что-то говорится о канале Но разобрать ничего нельзя Надо идти Не остановить Не остановить Кто за то, чтобы загнать транспортер в жуткие подземные пункты? Хорошая идея Обнивая мощь не помешает Я думал, Саран устроит нам какую-то ловушку или засаду Но, наверное, он слишком спешил Или мы в нее еще не попали Что это такое на стенах? Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры Наверное, протеане пытались сохранить себе Теперь разгадая Что происходит? Не думаю, что за этим стоит Саран. Если бы это была просто автоматическая ловушка, Саран бы тоже попался в нее. Как вы думаете, что это? Что бы это ни было, нужно соблюдать осторожность. Вы не протеане, но и не машины. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то ВЭИ-программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Погодите минутку. Как так получилось, что я вас понимаю? Почему вы говорите не на протеанском языке? Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс. Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Саран может быть уже у канала. Мы должны идти. Вы хотите нарушить цикл продолжавшейся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его. Или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель – сердце вашей цивилизации, столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но цитадель – это ловушка. Эта станция – огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, в пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Пожинатели смогут уничтожить Советы весь флот цитадели одним неожиданным ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены. Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов Пожинателей. Затем Пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой. Систему за системой. Они постепенно смели нашу цивилизацию. Кто-то из вас наверняка сумел выжить. Заняв цитадель, Пожинатели получили все наши записи, карты, данные переписи. Информация – это сила. А они знали о нас. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами Пожинателей. Другие протеани принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий Пожинатели убили или поработили всех протеан-галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должна сделать? Канал – это ключ. Накануне нападения Пожинателей, мы, протеани, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов. Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с Цитаделью, узлом в сети ретрансляторов. Канал – это не оружие. Это потайной ход на Цитадель. И что было дальше? Мы прервали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида – это длительный процесс. Шли годы. Десятки лет. Сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Надо было сражаться. Нас было несколько сотен против галактического флота вторжения. Единственная надежда была на то, что нас не обнаружили. Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись. Начиная с младшего персонала, одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор Цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы не могли допустить, чтобы погибли все. Лучше пожертвовать частью, чтобы остальные смогли выжить. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия – результат условий, заложенных в программу при моем создании. Уверен, тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия – единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда. Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков. Слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться. Навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Разве они не под влиянием пожинателей? Хранителями управляет Цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал, который заставляет хранителей включить ретранслятор. После долгих лет напряженных исследований, ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала они получили доступ к Цитадели и произвели необходимые модификации. На этот раз, когда властелин послал сигнал на Цитадель, хранители проигнорировали его. Пожинатели заперты в темном космосе. Сарен может использовать канал, чтобы обойти внешнюю систему защиты Цитадели. Верно. А оказавшись внутри, он передаст управление станцией властелином. Властелин отключит системы Цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. С властелином я справлюсь. Как-нибудь. В моей консоли есть файл с данным. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта Цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности Цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против властелина. Погодите. Где находится главный пульт Цитадели? В первый раз о нем слышу. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сареном. Он приведет вас к пульту. У Сарена и так уже большая фора. Забираем файл и уходим. Тот, кого вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь. Это трагично. Несмотря на все свои достижения, протеане потеряли все, как и мой народ. Даже их последний план провалил. Их план не провалился. Они дали нам шанс. Мы должны сделать все, что от нас зависит. Поэтому предлагаю поторопиться. Вот он. Это канал. Невероятно. Некогда любоваться видом. Лезем в ретранслятор. Геты не расстелят нам ковровую дорожку. Лезем в ретранслятор. Включить защиту! Закрыть станцию! Лучи не двигаются! Системы не отвечают! Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная, как слышите! А, дело пахнет красивым. Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои. Просим немедленно приступить к эвакуации. Просим немедленно приступить к эвакуации. Продолжение следует... Цитадель закрывается! Станцию забирают! Не пускайте вражеские корабли внутрь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сарен заблокировал лифт! Надеть шлем! Полезем наружу! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...